В рамках конкурса «Жемчужины Сарова» сотрудники библиотеки предлагают горожанам оглянуться вокруг и по-новому увидеть достопримечательности, памятные места родного города. Рассказать нужно будет только об одном из них. Сделать это можно в одной из четырех номинаций. Рисунки принимаются форматом не более А3, а вот техника исполнения может быть любая. Это графика, акварель, масло. Затем это могут быть поделки, опять-таки квилинг, природные материалы, на что у каждого горожанина хватит фантазии. Свои творческие способности можно проявить в литературной номинации и описать в стихах или прозе свое любимое место в Сарове. Фотопрезентации и видеоролики также принимаются на конкурс. Обязательные условия к каждой работе должно быть краткое описание. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Возраст участников не ограничен. В конкурсе могут принимать участие все желающие. Причем принимаются как семейные, так и просто индивидуальные коллективные работы. Сроки конкурса позволяют детально поработать над своим проектом, выбрать место, определиться в какой номинации его представить. Работа должна соответствовать критериям конкурса и отличаться оригинальностью замысла и эстетической выразительностью. Объектом конкурсной работы может стать не всем известная достопримечательность нашего города, а неприметное, но дорогое и памятное лично для вас место. Например, вот такая скамейка в сквере. Работа на конкурс принимается в отделе краеведения библиотеки имени Маяковского до 1 октября 2019 года. Затем на сайте библиотеки в течение двух недель жители города будут голосовать за понравившуюся работу. Награждение победителей в каждой номинации планируется провести в рамках акции «Ночь искусств». Интересующие вопросы можно задать по телефону 702-89. Елена Грецко, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.